Горожане устали от пустынных пейзажей и задумались об озеленении. Работы идут по всему городу. К примеру, гора Батарейная скоро станет домом для саженцев разных сортов. Место нашли даже для заморской сирени, розы и курильского чая. Один из первых этапов у нас. Здесь мы высаживаем порядка 1700 саженцев, тоже цветущие в разный период. Вторым этапом у нас делается летний водопровод, а третий этап мы идем уже на место основания города. Часть деревьев посадили еще прошлой осенью. Зиму им, кстати, удалось пережить. Остальную часть посадят уже в конце мая, а в июне начнется строительство водопровода. Вода, которая здесь, даже если дождь пойдет, она здесь будет оставаться и, соответственно, питать корни. В этом году на озеленение потратят около 20 миллионов, что почти вдвое больше прошлогодней суммы. А зеленят и облагородят не только парки и улицы. Два гектара будет посадок в городских лесах и плюс два гектара восстановления. То есть городские леса у нас тоже будут проводиться такие работы по посадкам. Но достаточно ли просто вырыть ямку и посадить туда саженец? Опыт прошлых лет показал, что далеко не все деревья приживаются. Да и полив растений высоко технологичным не назовешь. Общественники города предлагают ноу-хау. По их мнению, метод недорогой и поливать можно в два раза реже. Сначала нужно в посадочную яму заложить какие-то древесные остатки. Это щепки, ветки, можно даже небольшие такие бревнышки. Потом можно много пищевых отходов в посадочную яму положить, кроме мясных, рыбных и яиц. Это тоже будет удерживать влагу. Применить такую технологию можно будет 18 мая на Всероссийском дне посадки деревьев. Не отстаем от трендов и мы. Телекомпания АТВ также участвует в акции. В 11 утра мы собираемся озеленить парк имени Орешково и приглашаем всех желающих. Лопаты, ведра и перчатки приветствуются. Ведь только общими усилиями наш ПВЗ заиграет зелеными красками.